Порода собак шпиц, какие бывают виды и чем отличаются. Порода собак шпиц включает различные группы животных. Она дополнительно делится на крупные и декоративные виды, охотничьи, ездовые и пастушьи. Международная кинологическая ассоциация относит к ним практически всех лаек, а не только миниатюрных псов. Из истории породы шпица, специалисты уверены, что прародителями современных домашних питомцев были свайные торфяные собаки, а померанский шпиц встречался еще во времена фараонов. Шпиц, порода использовалась для охранно-сторожевых целей, позже, в качестве домашних любимцев. Селекционные работы велись в американских, германских и великобританских клубах. Результатом многолетних трудов стали разнообразные виды шпицов, отличающихся по цвету, размеру и рабочим качествам. Померанский шпиц. Собаки появились в Германии, но современный внешний вид приобрели в Англии, королева увлекалась породой и хотела получить миниатюрных компаньонов. МФК выделяет померанцев как отдельную породу, а скотносит их к немецким шпицам. Главные факты о породе. Мягкая, редколиняющая плюшевая шерсть. Укороченная морда. Округлый лоб. Высота до 22 сантиметров в холке. Псы игривые, шумные и активные, требуют длительных прогулок и интенсивных тренировок. Померанцы дружелюбны, не делят окружающих на врагов и друзей, обожают людей и других домашних питомцев. К нюансам характера относят эгоистичность, обидчивость, любовь к манипулированию. Померанский шпиц. Важно! Миниатюрный шпиц требует серьезного воспитания, средняя стоимость, от 30 до 35 тысяч рублей. Немецкие шпицы. Порода шпиц, которая включает в себя четыре основные ветви. Каждая имеет свои нормативы и характеристики. Гросс-шпице. Мощная собака с высотой в холке до 45 сантиметров, с высоким интеллектом и нежеланием слушаться. Породу разводили в качестве помощников для выпаса скота английские, французские и германские фермеры. К особенностям гросс-шпице относят. Покладистый характер. Нелюбовь к посторонним. Отсутствие длительной концентрации. Желание постоянно двигаться. Важно. Псы неплохо охраняют дома, прекрасно ладят с младшими членами семьи. Средняя цена, от 25 до 40 тысяч. Рук порода вольшице. Данный вид породы шпиц может называться боржевая собака. Имя возникло из-за обязанностей пса, он должен был защищать припасы от крыс и мышей на лодках. Разновидность появилась в Голландии. Одно время считалось символом повстанцев в Нидерландах. Важно. Сходство с волком ему придает необычный цвет, контрастные черные белесые полоски, черные очки и серовато-серная шерсть. По остальным параметрам полностью совпадает с европейской группой шпицев, максимальный рост – 48 сантиметров. Собаки отличаются привязанностью и быстро впадают в тоску при расставании с хозяином. Они любят детей, хорошо относятся к незнакомым людям, но способны предупреждать о надвигающейся опасности. Выносливые и послушные псы легко усваивают команды. Цена за вольшицеа, кейс ханда – около 30 тысяч. Руб звездочка. Вольшице. Кляйнспице. Прародитель веток Гросс, мини-имитель является нормативом германского шпица. Определяется по следующим данным. Лисьей морде. Кленовидной голове. Квадратному приземистому телу. Жесткой густой шерсти на шее. Хвосте и корпусе. Конечностям средней длины. Декоративная собака является хорошим компаньоном, идеально подходит для квартирного содержания, ее высота не превышает 30 сантиметров. Характер псаласковый, преданный, в нем отсутствует агрессивность. Требует постоянного общества, лакомств и доброго хозяина. Важно, за неугомонного песика обычно просят от 25 до 35 тысяч рублей. Миттель-шпица, еще одна разновидность шпицев, входящая в нормы немецкой породы. Появилась на германской территории в 17-18 веке, отличается от предков объемом, высота в холке не превышает 36 сантиметров. Гиперактивные собаки нуждаются в длительных прогулках. При их отсутствии нерастроченной энергии выплеснется на мебель, обои и вещи. При отсутствии дрессировки животные становятся полностью неуправляемыми. А воспитание, напротив, делает их ласковыми, покладистыми и добрыми. Важно! Миттель-шпица не бывает агрессивным или озлобленным, обожает внимание, может быть эгоистичным. Средняя цена от 30 до 40 тысяч. Роб-миттель-шпица. Американская эскимосская собака. Порода выведена от германского шпица в Америке. Со временем была переименована в американскую, через 10 лет питомцы стали отличаться от своих сородичей. Существует мнение, что при селекционных работах были использованы самоедские лайки. Данные животные как отдельная порода были признаны только кинологическим клубом США, названной эскимоской. К характерным признакам относят белоснежный цвет длинной и пушистой шерсти, плотный подшерсток, типичное телосложение шпица, стандартный, объем головы с большими ушами, средние габариты. Дополнительно порода подразделяется на тая, от 22 до 30 сантиметров, мини, от 30 до 38 сантиметров, стандартный, до 48 сантиметров в холке. Из-за новизны вида редко встречаются особи с отклонениями или нестандартным поведением. Животные непривередливые могут жить как в условиях городских квартир, так и в загородных домах с вольером. Используются для охраны, поиска выставок, или спорта. Американский эскимосский шпиц. Питомцы хорошо относятся к детям, ласковые и добрые. Фаза активности и игривости может сменяться ленью. Эскимосская собака любит манипулировать, при несправедливом отношении, обижаться. Важно, средняя стоимость, от 15 до 30 тысяч рублей. Вальпино Итальяно Итальянский шпиц. Декоративная осыпь, появившаяся в результате смешивания германских и миниатюрных псов на территории Италии. Отличается небольшой численностью, стоимость доходит до 70 тысяч. Руб, официальное признание разновидность получила в 1956 году. Название в переводе звучит как «лисичка», из-за внешности. У представителей породы кленовидная голова, квадратное тело, светлая или рыжая густая и плотная шерсть. Более длинные волоски образуют роскошный воротник и хвост. На морде и конечностях короткая шерстка. Средний вес до 4 килограммов, высота около 30 сантиметров. Важно, небольшие габариты не мешают итальянским псам охранять жилье. При появлении незнакомых людей они начинают громко сообщать о проникновении. Собаки шумные и игривые, обожают бегать, вовлекая в свои забавы всех членов семьи. Лай шпицов данного вида слышен постоянно. Вальпино Евразиор, Айразиор. Большой шпиц, появившийся в 60-70-е годы прошлого века. В нем смешана кровь Чао-Чао и Вольф Шицеа с черным и рыжим цветом шерсти. При дальнейших селекционных работах использовались самоедские лайки, для получения питомца с хорошими рабочими качествами, спокойно. Относящегося к посторонним людям. Средних габаритов питомцы вырастают до 60 см, могут содержать в квартире. Стандартные признаки включают квадратный мускулистый корпус, умеренно длинные конечности, прямую, слегка зауженную к носу морду, ровную, длинную и жесткую шерсть. Евразиеры бывают черного, рыжего, красного, серого цвета, допускаются под палы. Питомцы предназначены для роли компаньона, из-за повышенной дружелюбности. Хорошие физические данные позволяют им участвовать в собачьих видах спорта. В характере нет агрессивности, животные преданные, спокойные и ласковые. Легко ладят с детьми и другими домашними животными. Важно, покупка аэрозиера обойдет в 50-70 тысячах рублей. Аэрозиер – японский шпиц. Это шпиц, который был признан всеми кинологическими клубами, кроме США, там их считают слишком похожими на эскимосских собак мини. Вырастает до 38 см. Зауженная морда, крупноватые заостренные уши, пушистая шерсть белоснежного оттенка. Японская разновидность появилась в Токио в 20-х годах в результате смешивания белоснежных шпиц и овидных пород. Стоимость собаки – от 30 до 60 тысяч. Руб, у собак преобладают активность, добродушие, задор, они предназначены для выступления на выставках, домашнего содержания. Отличительная черта характера – обидчивость и злопамятность, без признаков агрессии. Им не нравятся незнакомые люди, они не будут терпеть насмешки или оскорбления детей, но никогда не нападут первыми. Важно, у питомцев на первом месте чистоплотность, которая не позволяет им копаться в отходах, или прыгать по грязи. Проблем с шерстью не возникает, на песике не буду жить в грязной квартире. Японский шпиц. Финский шпиц. У породы запутанная история первые собаки появились на финско-карельском промежутке, часть начали разводить у финнов, остальных – в России. Итогом стали второго типа в одном стандарте, с небольшими отличиями во внешности и характере. Животные относятся к универсальным охотничьи собакам, преследующим пушнину, копытных, медведев, боровую дичь и мелких грызунов. В северных регионах проживают в юртах, охраняют их и согревают детей. Добрый и покладистый характер не мешает им настороженно относиться к незнакомым людям. Важно, недостатком считают высокомерное отношение к окружающим. Питомцы могут сбегать, не воспринимать хозяина, не подчиняться человеку, который не показал свои лидерские качества. Как выглядит финский шпиц, с квадратным корпусом, жесткой шерстью, пушистым хвостом. Голова кленовидного типа, с узкой мордой и глазами, напоминающим лисье. К особенностям вида относят его красный цвет шерсти. Максимальный рост 50 сантиметров, средняя цена от 22 до 26 тысяч. Рук финский шпиц. Классификация по цвету. Какие бывают окрасы шпицев и чем отличаются. В германской группе разрешаются 12 оттенков, к распространенным цветам относят, кремовый. Саболиный, черный, коричневый, потиколор. Потиколорный цвет, это белесый с пятнами, и белый, исключением является вольфшице. Он может быть занарно-черным с темной маской. Японские и финские шпицы, белоснежного цвета, без посторонних примесей, другие цвета, считаются браком. В альпина бывает рыжего, палевого и белесого оттенка. Евразиор, от рыжего до черного, иногда, волчьего цвета. Эскимоски, светлые или кремовые. У шоколадного коричневого шпица существует несколько вариаций цветовой гаммы. Мраморная, шоколадно-подпалая, однотонная. Важно! У голубого шпица мерля шерсть равномерно окрашена в интересный серый цвет с дымчатым отливом разной интенсивности. Эта разновидность встречается редко и дорого стоит. Таблицы роста и веса шпицев. Чтобы иметь общее представление о породе, необходимо знать их габариты и среднюю массу тела. Все о шпицах с точки зрения габаритов можно узнать из таблиц, представленных ниже. До одного месяца. Таблицы развития в первые недели жизни. Важно! Крохотных питомцев для нормального набора массы при большом помете приходится докармливать из шприца или специальной бутылочки. До двух месяцев, три месяц, четыре-пять месяц, шесть-девять месяц. Таблица массы собак породы шпиц. Важно! У большинства собак набор массы замедляется, некоторые продолжают ее набирать до девяти месяцев. Один год. К концу первого года жизни собаки полностью сформированы. Дальнейший набор массы может происходить при нарушении правил кормления, переедания питомца. Важно! В наборе килограммов большое значение имеет первоначальная масса при рождении. Взрослые. Половозрелые животные весят столько же, сколько годовалые. Важно! Основной набор массы происходит в первые полугодия жизни собаки. Какому хозяину подойдет в зависимости от вида. Перед покупкой породы нужно узнать достоинства и недостатки шпицов, и их характер. Каждое животное обладает собственным темпераментом, в описании породы есть рекомендации. Миниатюрные собачки больше подходят женщинам, среднеактивным людям, не боящимся частых прогулок, и готовым к веселому времяпрепровождению с собакой. Важно! Шпицы – неугомонные существа, нерастроченные во время прогулок энергии, может плачевно отразиться на состоянии вещей и мебели. Щенок-шпица. Как выбрать щенка-шпица? Только после полного изучения информации о том, что такое шпицы и выбора подходящей особи, для квартиры или дома, можно задуматься о малыше. Щенка лучше покупать в питомнике, где будет родословная справка о проведенных прививках. Лучший выбор – активный пес без признаков болезни. Будущий владелец может выбрать мальчика или девочку, гладкошерстного или длинношерстного малыша. Шпицы – самые милые и жизнерадостные псы, которые легко уживаются в семье. Правильное кормление и воспитание позволят вырастить здорового компаньона, искренне любящего всех домочадцев. Звездочка цены актуальна на ноябрь 2019 год.